Здравствуйте, друзья! После небольшой передышки мы продолжаем освещать новинки, которые должны были показать на автосалоне в Женеве. И сегодня у нас будет особенный выпуск о гиперкарах и суперкарах. Макларен представил новый трековый суперкар 765LT, Бугатти продолжает плодить клонов. Кёнигсек показал самый мощный в мире гран-туризма. Макларен представил нового пожирателя треков суперкар 765LT. Новинка относится к семейству Макларен Супер Сириес, куда входят исключительно хардкорные модификации гражданских моделей компании. А приставка LT расшифровывается как «длинный хвост» и обозначает более удлиненную заднюю часть. В данном случае был прокачан Макларен 720S. Причем настолько успешно, что 765-й стал самым динамичным представителем семейства LT. А по количеству технических решений, автомобили Макларен в обозримом будущем вполне смогут составить конкуренцию к космическому шаттлу. Чего только стоит заднее антикрыло, бампер и передняя часть днища. Все эти детали были спроектированы в технологическом центре Макларен в Йоркшире. И, конечно же, они выполнены из углепластика, как и весь обвес автомобиля. В результате, герой обзора на 80 кг легче своей гражданской версии, с показателем в 1229 кг. Под капотом новинки располагается знакомая 4-литровая V-образная восьмерка с блоком управления от Макларен Сена, поршнями из алюминия, двойным турбонадувом, а также плоским коленчатым валом и системой смазки с сухим картером. Благодаря низкой массе турбонагнетатели обладают малой инерцией и оснащаются электронными задвижками. В результате агрегат способен выдать 765 лошадиных сил после 7,5 тысяч и 800 ньютон-метров после 5,5 тысяч оборотов в минуту. С такими показателями суперкар набирает первую сотню за 2,8 секунды, 0,200 за 7,2 секунды, а максимальная скорость составляет 330 км в час. И это все на заднем приводе. За такую динамику стоит благодарить семиступенчатую секвентальную коробку передач, активную аэродинамику и лучшее в классе соотношение массы к мощности. На одну тонну приходится 622 лошадиные силы. Автомобиль построен на фирменной гидравлической подвеске, которая пережила программные и технические улучшения в виде новых пружин и амортизаторов, изготовленных на заказ. Общая длина автомобиля увеличилась на 48 мм. На 6 мм расширена передняя колея и на 5 мм опущена передняя часть. Автомобиль комплектуется изготовленной на заказ резиной Pirelli Pizero Trofeo R, сверхлегкими коваными дисками и карбон-керамическими тормозами, суппортами от McLaren Senna и каналами охлаждения в духе Формулы 1. Положительное влияние на массу автомобиля оказала титановая выхлопная система, более тонкое остекление и обильное применение карбона и алькантары в салоне. Из этого материала выполнены и гоночные ковши. Как и положено трековому суперкару, автомобиль лишен акустической системы и кондиционера. Данные позиции доступны лишь в качестве опции. А вот для 10-дюймового экрана место все же нашлось. Всего в компании выпустят 765 таких автомобилей. Стоимость одного экземпляра пока неизвестна. Бугатти продолжает создавать клонов для своего гиперкара Chiron. И вот на очереди новая версия с довольно громкой приставкой Pure Sport. На самом деле она здесь неспроста. В данной версии инженеры уделили большое внимание массе и управляемости гиперкара. Основные изменения коснулись коробки и мотора. Нет, он не стал мощнее. Здесь тот же 8-литровый W16 на 1500 сил. Но вот отсечку сместили на 200 оборотов. И теперь это 6900 оборотов в минуту. Также была перенастроена коробка передач и уменьшена разница между передаточными числами редуктора, что позволило добиться лучшего отклика двигателя. Не забыли в Бугате и про подвеску. Новая версия получила на 65% в более жесткие пружины спереди и на 33% сзади. Благодаря новым титановым тормозным колодкам и более легким тормозным дискам и колесам, Chiron Pure Sport на 19 килограмм легче стандартной версии. Внешне автомобиль выделяется огромным антикрылом шириной 1,9 метра и новым аэродинамическим обвесом для увеличения прижимной силы. В компании планируют выпустить данную версию ограниченным тиражом в 16 экземпляров стоимостью в 3,5 млн евро. В то время как Бугатти продолжает выпускать коллекционные модели, шведы из Königsegg представили две очень интересные новинки. И начнем мы, пожалуй, с первой. Это Königsegg Jesko Absolut. Если быть кратким, то это гражданская версия трековой модификации Jesko, представленной год назад. И технически оба автомобиля практически идентичны. Здесь используется тот же 5-литровый V8 с двойным турбонаддувом, способный выдать на биоэтаноле 1600 л.с. и та же 9-ступенчатая коробка с технологией прогнозируемого переключения передач. В Königsegg утверждают, что это самый быстрый гиперкар, который они когда-либо выпускали. Но не приводят никаких реальных данных о том, на что способен Absolut. И это немного разочаровывает. Ведь все надеялись на то, что Königsegg привезет в Женеву нового рекордсмена. И в компании как будто предвидели, что будет такая реакция. И неожиданно для всех представили самый мощный в мире гран-туризма – Königsegg Gimera. К тому же это первый в истории компании четырехместный Königsegg, который тем не менее обладает лишь двумя дверями. Такая концепция выглядит очень необычно. Gimera оснащается одной из самых передовых гибридных силовых установок на сегодняшний день, в основе которой лежит бензиновая двухлитровая турбо-тройка и три электромотора по 507 лошадиных сил и 1000 ньютон-метров каждый. Один электромотор располагается на передней оси, еще два располагаются по одному на каждое заднее колесо. А вот бензиновый двигатель разместился в задней части автомобиля. Его отдача составляет 600 лошадиных сил при 7,5 тысячах оборотов в минуту и 600 ньютон-метров, которые доступны от 2000 до 7000 оборотов в минуту. Самое любопытное, что 400 ньютон-метров момента доступны на отметке в 1700 оборотов в минуту. Бензиновый мотор является новой разработкой компании и оснащается двумя турбинами. При низких нагрузках задействована лишь одна турбина, а вторая подключается, когда это необходимо. К тому же мотор умеет работать на этаноле, метаноле и любых смесях биоэтанола. Суммарная отдача всей этой кухни составляет 1700 лошадиных сил и 3500 ньютон-метров крутящего момента. Разгон до первой сотни занимает 1,9 секунды, а максимальная скорость составляет 400 километров в час. Причем в Кёнигсек уверяют, что Гимера набирает максимальную скорость за рекордно низкое время. Правда, в компании пока его не раскрывают. Также автомобиль умеет распределять момент между правыми и левыми колесами и доворачивать заднюю ось. Как и положено гибриду, Гимера способна двигаться на одной электротяге. Для этого у нее есть 800-вольтовая батарея емкостью 16,6 кВт-часа, одного заряда которой хватит, чтобы проехать 50 километров пути. А если сюда добавить еще бензиновый мотор, то можно проехать рекордные 1 тысячу километров. Но не будем забывать, что это все-таки гран-туризма, и комфорт в нем не менее важен. В Кёнигсек предлагают адаптивный круиз-контроль, 6 подушек безопасности, огромный мультимедийный дисплей в духе Тесла и виртуальную приборную панель. Всего в компании планируют выпустить 300 таких автомобилей. Стоимость новинки пока не озвучена. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Подписывайтесь на наш инстаграм по ссылке в описании и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok